Привет всем! Сегодня хотелось бы поговорить про положение дел в современном японском буддизме. Когда речь заходит о японском буддизме, на ум первым делом приходит что? Дзен-буддизм. Что неудивительно, дзен очень прочно вошел в японскую культуру. Куда ни глянь, японская живопись, японские сады, чайная церемония, отовсюду торчат ушки дзена. Дзен активно распространяется за границей. Сегодня где-нибудь в Западной Европе или в Северной Америке никого дзен-центром не удивишь. И даже люди, очень далекие от буддизма, употребляют такие выражения, как, например, «познать дзен». В то же самое время представители других течений буддизма часто жалуются, что они оказываются незаслуженно забыты. И они, в общем-то, правы. Пару лет назад произошел случай из разряда «а вот сейчас обидно было». Буддистский монах выполнил тысячедневную практику. Эта практика – это жесткая жесть, которая включает в себя прохождение 40 километров по горам каждый день, а потом еще надо догнаться девятидневным постом без еды и воды в закрытом святилище. Понятное дело, что каждый раз, когда кто-нибудь выполняет практику, это становится событием. И вот практика очередной раз была выполнена, и некоторые англоязычные СМИ написали что-то вроде «дзенский монах прошел суровую практику». Что было очень некорректно, потому что ни монах, ни сама практика никакого отношения к зен-буддизму не имеет. Это «тендай щу». Всего в Японии насчитывают традиционно 13 школ «щу» и 56 направлений «ха». Но реально их значительно больше, потому что после войны они стали расти просто как грибы. Сейчас насчитываются уже 157 направлений буддизма, и это только те, что зарегистрировались. Они далеко не всегда регистрируются. Ну, может быть, они такие маленькие, незначительные, что о них даже и говорить не стоит. А давайте обратимся к официальной статистике. Каждый год Министерство культуры Японии выпускает «Щуки Онэнка» – сборник статистики, касающийся религий. Предлагаю пройтись по топу 10 самых популярных направлений в буддизме. Сразу предупреждаю, в этом видео я не буду давать исчерпывающую характеристику каждому из направлений. Только статистика. Итак, 10 место у нас занимает Рэ Юкай. Рэ Юкай принадлежит к традиции Ничирэн. Ничирэн особенно почитает лотосовую сутру, а центральной практикой является чтение формулы «наму мио хо ренге кё». Ничирэн – это очень большая и очень разнообразная традиция. Рэ Юкай – это НРД, то есть новое религиозное движение. Хотя какое оно новое? Оно основано в 1925 году. Это уже респектабельное движение. Оно насчитывает 1 239 270 верующих. Девятое место. Шингон Шу Фудзанха. Это одно из направлений школы Шингон. Шингон – это буддизм Баджраяны, эзотерическая традиция, собственно, единственная настоящая эзотерическая школа в японском буддизме. И Фудзанха – это второе по популярности направление с количеством верующих 1 420 180 человек. Дальше у нас восьмое место, и это Тэн Дэй Щу. Тэн Дэй Щу иногда тоже причисляют к эзотерическим школам, хотя реально это скорее такая сборная солянка. И хотя у Тэн Дэй Щу всего 1 534 215 верующих, без Тэн Дэй Щу не обойтись в разговоре об истории японского буддизма. Хотя бы потому, что многие другие школы вышли именно из Тэн Дэй Щу. Идем дальше. Седьмое место. Ти Що Ко Сэй Кай. Тоже Ничерен, тоже НРД, как и Рэ Ю Кай. И более того, они от Рэ Ю Кая и отпочковались в 1338 году. На мой взгляд, они находятся где-то на самой границе традиции. Ничерены даже ее немножечко переступают, залезая в другие традиции. Количество верующих 2 609 979 человек. Дальше. Шестое место. Сот Ощу. Наконец-то Дзен Буддизм. Забегая вперед, скажу, что это единственная школа Дзен Буддизма, которая попала в наш ТОП. Сот Ощу особый упор делает на Дза Дзен, сидящую медитацию, и она особенно распространена на востоке Японии. Сколько верующих? 3 460 468. Пятое место. Ничерен-Шу. Мама всех школ и направлений традиции Ничерен. Хотя у Ничерен исторически сложился имидж такой традиции агрессивный, нетерпимый к другим направлениям Буддизма, к современному Ничерен-Шу это вообще не имеет никакого отношения. Они весьма либеральны и впитали в себя влияние очень многих других традиций. У них 3 567 047 верующих. Четвертое место. Коя-Сан-Шингон-Шу. Это самые популярные и традиционные представители эзотерической традиции Шингон. Количество верующих 3 831 300 человек. Мы дошли до верхушки. Итак, третье место. Джодо-Шу. Буддизм чистой земли. Верят в то, что в наше сложное время Маппо, время без Будд, единственной действенной практикой является упование на Будду Амиду, который может обеспечить перерождение в чистой земле. Джодо. Где уже можно стать Буддой самому. Основная практика повторения Нэмбутсу. Формулы на Муамидабутсу. Но, по мнению представителей Джодо-Шу, одной Нэмбутсу 100% не хватит. Надо еще самосовершенствоваться, совершать добрые поступки, медитировать и много чего еще. У Джодо-Шу 6 21900 верующих. Второе место. Джодо-Шин-Шу от Аниха. Джодо-Шин-Шу дословно переводится как истинная школа буддизма чистой земли. Как можно понять из названия, это тоже буддизм чистой земли, только они пошли дальше. По мнению Джодо-Шин-Шу, Нэмбутсу вполне хватает. Главное – верить. Если ты искренне веришь, то неважно, какой ты сейчас плохой человек, Аминда поможет тебе стать хорошим и переродиться в чистой земли. У Атаниха 7 780 331 человек верующих. И, наконец, первое место. Его занимает сюрприз-сюрприз еще одна школа Джодо. Джодо-Шин-Шу-Ши-Шу-Хонганчиха, которая недалеко ушла от Атаниха. 7 908 818 верующих. Итак, какие выводы мы можем сделать из этой статистики? Ни дзенам единым. Японский буддизм очень разнообразен. И для его полного понимания необходимо говорить и о буддизме чистой земли, и о ничирен, и об эзотерической традиции тоже. Я очень надеюсь, что мы сможем осветить все эти вопросы в наших последующих видео. Хотелось бы отдельно говорить два момента. Номер раз. В статистике почему-то не оказалось другого важного направления ничирен. С ока гаккой. Честно говоря, я не знаю почему. Я пыталась сама найти количество верующих, и данные очень противоречивые. Может быть, они не сошлись во мнениях с Министерством культуры о том, как их считать. В любом случае, с ока гаккой я собираюсь посвятить отдельное видео. Второй момент. По этой статистике, увы, не получится судить о том, во что же верят японцы. Буддизм в Японии в основном занимается упоминальными практиками. Поэтому большинство верующих волнует именно эти вопросы. Реально же прихожанин Сото Щу вполне может дома перед алтарем читать на Муамида Буц. А прихожанин храма Щинчу вполне может ходить в какой-нибудь храм дзен-буддизма на дза-дзе. Так что здесь все очень сложно. Большое спасибо всем. Увидимся. Продолжение следует...